В прошлой серии мы проехали от Оранжевой реки до второго в мире по величине каньона Фиш-Ривер, а сейчас направляемся в Нест-Хотл в Людерице, и на вашем месте я бы не терял времени. Если поразмыслить над историей человека как вида, окажется, что люди были кочующими собирателями, обитателями буши и побережья, несравненно дольше, чем мы живем в домах или имеем водопровод. Если что-то брызгается, пищит или дышит, оно неизбежно окажется на углях и превратится в отличное блюдо. И лишь за последние несколько веков мы утратили знания, делавшие нас самыми успешными охотниками и собирателями, гастрономическими королями и королевами планеты. Я Джастин Банелло, эта программа «Приготовлено в Африке». Приготовлено в Африке. Нам всегда сопутствует хорошая погода, но вчера, когда мы уезжали из каньона, нас порадовал совершенно великолепный закат. А позже мы стали зрителями потрясающего божественного фейерверка. Тут такая красота, что, кажется, лучше и быть не может. Вон там Людеритс. До него километров семь. Мы собираемся остановиться в отеле Нест, так что давайте скрестим пальцы и будем надеяться, что удача нас не оставит. Редактор субтитров А.Семкин Вот мы и в Людеритсе. Ребята, можете выходить, если только не хотите остаться в этом автобусе. Привет. Привет, Клаудия. Очень приятно. Приятно познакомиться. Спасибо мне тоже. Ты про нас знаешь? Сейчас Суэлл принесет вам сок, чтобы выпить за прибытие. Спасибо. Это приготовлено в Африке второй сезон, и у нас будет 13 номеров. В этом отеле все такие любезные, бесплатно и очень приятно. Какая огромная перемена. После палата, каньонов и пыли мы можем немного насладиться роскошью. Тут есть бассейн. Это будет заслуженный отдых после съемок первой половины путешествия по континенту. Тут нет водки, но я выпью. Несмотря на то, что мы остановились в четырехзвездочном отеле, нас ждали еще две стоянки, и нам следовало пополнить запасы. Мы приехали в субботу, и пришлось поторопиться, чтобы все купить до того, как магазины закроются на уке. Но, несмотря на все старания, во все магазины мы не успели. Именно в этот момент нам встретилась Харта и сказала, «Мой муж поможет вам со всем, что нужно, и это было здорово, потому что мы как раз искали гида, который проводил бы нас прямо на место и помог найти недостающие ингредиенты для пойки из моих продуктов». Это халмут, он поможет нам достать свежих мидий, которых мы не купили в магазине. Спасибо, халмут. Отправляемся? Да. Сначала мы отправились за покупками в местный супермаркет, Спарк, где я и встретил Харту. Мы говорили, нам нужно то-то и то-то, а нам отвечали, вам следовало позвонить заранее и предупредить, тогда мы смогли бы для вас все достать. А всего пару минут спустя Харта позвонила и сказала, у моего мужа есть рыба-карацинный снэк, и он может отвезти вас туда, где есть свежие мидии. И вот мы уже едем через Людерит за свежими мидиями для пойки. Обожаю этот город. Устричная ферма Людерит. Спокойной ночи, милая. Привет, Джастин. Рад познакомиться. Видите, вон там мидии. В упаковке 50 мидий. Вот устрицы, которых мы съедим этим вечером в нашем пойке. Хорошо. Большое спасибо. Устричные фермы хороши тем, что одним из их побочных продуктов являются черные мидии, которые селятся там же, где и устрицы, так что мы уже нашли мидии, которые нам нужны. Вы полюбуйтесь, большие мидии для нашего пойки. Пора готовить обед. Как это часто со мной случается, обед превратился в ранний ужин, так что мы займемся им прямо сейчас. В первую очередь приготовим этих гигантских мидий, которых мы достали на устричной ферме. Поварим, пока не раскроются, а потом вынем из раковин и почистим. Щедро льем ваш любимый напиток, закрываем и забываем. Видите? Закроем и оставим на пару минут. Тем временем я займусь остальными компонентами. Секрет приготовления пойки... Подойди. Его готовят при низкой температуре. Видишь, как сильно горит огонь с той стороны? Это чтобы мидии раскрылись. С этой стороны нам нужно мало углей, так как пойки должно тихо кипеть в течение часа. Сначала мы приготовим кальмаров, для этого нам понадобится немного чеснока, лук, пари и репчатый лук. Мы обжарим кальмаров так, чтобы они стали матовыми. И снимем со сковороды. Все вокруг пьют вино. Оставите меня тут одного. Его принесут. Можно просто сидеть на солнышке, а вам принесут вино и прочее. Скажи лучше, где мы? Где мы? Разве непонятно? Ты же знаешь, мы в Людерице. Ты еще не показывал побережье? Это старое рыбацкое поселение, которое поначалу было деревней старателей. Именно здесь, на рубеже веков, были найдены алмазы. Здесь был алмазный бум. Потом это стало рыболовецкой зоной, а сейчас это туристический центр и место рыбалки. Надо начать это жарить. Кладем немного сливочного масла. Видите, как оно тает. И выкладываем кальмаров. Их отбили, чтобы они стали совсем мягкими. Нам нужно, чтобы они стали матовыми. Быстро перемешиваем, я не хочу, чтобы они потом переварились. Щепотку паприки. Как вы знаете, сегодня я готовлю на две дюжины человек. Я стараюсь называть точное количество, но чаще всего кладу на глазок. Оставлю на несколько секунд, вытру руки и продолжу. Иногда мне кажется, что надо готовить быстрее, в смысле, наслаждаться надо, когда ешь. Но иногда не стоит торопиться. Так я сейчас и поступлю. Хватит, сейчас мы их достанем, потому что я не хочу, чтобы кальмары переварились, когда мы их добавим в пойки. Здесь уже чувствуется замечательный запах кальмаров. Понюхай. Не убирай камеру. Чувствуешь? Далее масса очищенных креветок без венок. Нам надо их только обжарить. Кладем кусок сливочного масла. Гаррет, ты не мог бы проверить, как там мидии? Мне кажется, они раскрылись. Креветок надо только обжарить. Мидии готовы, полюбуйтесь. Смотрите. Отрываем бороду. Ничто не сравнится со свежими мидиями. Кстати, если мидия не раскрылась, ее лучше выбросить. Возможно, она уже дохлая. Те, кому не повезло отравиться морепродуктами, подтвердят, что это наихудший опыт. Итак, креветки обжарились. Их надо сразу вынуть. Они приготовятся до конца, когда я добавлю их в пойки. Гаррет, пока ты тут сидишь, мне нужен бульон. Сейчас мы перейдем к следующему этапу. Далее нам понадобится репчатый лук, лук-порей, чеснок и оливковое масло. Я насыплю сюда пачку риса басмати, длиннозерного и ароматного. Потом нальем бульон домашнего приготовления так, чтобы он покрыл весь рис. И добавим все остальное. Одно за другим, слоями. В результате получится прекрасное слоеное блюдо из морепродуктов. Горячо. Покажи это поближе. Пусть кастрюля останется. Полюбуйся. Это домашний бульон, хвосты лангустов и креветки с зеленым луком, луком-пореем и морковью. И вот, пожалуй, и все. Сливочное и оливковое масло. Гаррет, помешивай, пока лук не станет полупрозрачным, а я добавлю чеснок. Кажется, у меня еще ни одна трапеза не обходилась без чеснока. Кроме завтрака. Добавим свежую куркуму. Перемешаем. И кладем пачку риса басмати. Этим должен быть покрыт весь рис. Примерно так же готовится паэлья или ризотто. Никогда не добавляйте в пойки холодных компонентов, потому что бульон остынет и перестанет кипеть. Наливай вот так. Отлично. Спасибо. Это мидии? Снимем крышку. Гаррет, теперь их можно снять с огня, потому что мидии нам понадобятся позднее. А теперь последние ингредиенты, которые надо добавить. Выложим продукты слоями, а потом можно будет уйти на 45 минут или на час. Немного перца. Выкладываем сюда и разравниваем. Должен получиться слой кальмаров. Это белая рыба, сырое и плотное мясо белой рыбы. Я взял для этого хека. Ножки лангуста. Это будет вкусная небольшая закуска, которую вы сможете разломить во время еды и высосать. Вот так. Креветки. Вот последние ингредиенты, которые мы добавим позднее. Устрицы и мидии. Их мы положим в самом конце, буквально за 5-6 минут до подачи на стол. Итак, нам осталось лишь... Это. Все тихо варится, и сейчас самое время пойти посмотреть регби. К слову сказать, играют Blue Bulls и Free State. Это не мои команды, но я фанат регби. Провинс. Провинс. Дамы и господа, прошло около 45 минут. Подойдите и посмотрите вот сюда. Наступил момент истины. Я зачерпну с края, чтобы проверить, сварился ли рис. Отлично. Теперь нам нужно положить сюда устриц целиком, а сверху мидии, и через 5-10 минут можно будет есть. Целое море устриц. Сначала положим стручковую фасоль, а это сверху. Пять минут и готово. Выпейте последний глоток вина. Пусть все соберутся. И мы будем есть. Кто будет первым? Гордон, есть стекло совсем необязательно. Мунга. Теперь можно раскладывать. Подходите и опять проходите по кругу. Гаррет, можешь открыть устриц? У тебя отличная устрица. Погоди. Будем. Спасибо большое. Я ем устриц. Осторожно. Итак, в это замечательное утро мы находимся на окраине города призрака Калманскопа. Эв, если ты посмотришь в эту сторону, увидишь заброшенные дома. Этот город быстро разросся на рубеже веков из-за того, что поблизости были найдены алмазы. Это был настоящий бум. Сюда приезжали миллионы, точнее, тысячи людей, мечтавших найти алмазы. А затем отрасль заглохла, и все переселились на побережье. Сегодня мы осмотрим этот город. Как видите, он выглядит немного зловеще. Кажется, что вокруг бродят давно умершие люди. Давайте пойдем и посмотрим. Только не отставляйте меня тут одного. Пора приготовить ребятам немного супа-гаспачо и лимонада. Домашнего лимонада. Не забывайте, мы находимся в городе-призраке Калманскопе, близ Людрица. Думаю, надо поблагодарить Дебирс, Намибию и Гоуст Таун Турс за то, что нам позволили на время заселить город-призрак. Мои друзья страдают от жажды. Солнце поднимается все выше и уже припекает, так что я хочу приготовить лимонад. Ибо кому захочется пить покупные газированные напитки, когда можно сделать свой? Ребята, это просто. Все, что нам нужно, это соковыжималка моей бабушки, моей покойной бабушки. Она хороша тем, что вы просто кладете все семена и мякоть убираются. Остается только сок. Кто тут есть? Гарт. Ты не мог бы разрезать лимоны пополам, чтобы я быстро выжил из них сок? Мне нужно приготовить около шести литров, так что я выжму сюда все эти лимоны, кину сахар и размешаю, чтобы сахар растворился в лимонном соке. А затем добавлю лед и изюм для ферментации. Лед, чтобы охладить, поставим в тени, я приготовлю гаспачо. Гарт, ты или Таня? Где ты? Близ. Вы не могли бы быстро это сделать? По шесть-семь столовых ложек сахара на каждый стакан. Это 7 столовых ложек сахара на каждой стакан. Как я уже сказал, виноград, то есть изюм, вызывает брожение. Обычно я оставляю это на ночь, но у нас нет столько времени. Поставьте в закупоренные бутылки в темное место и оставьте на ночь. Получится искристый пенящийся напиток. Осталось добавить колотый лед. Мне нравится, что вы надо мной смеетесь. Ну, тогда воспользуемся проверенным способом. Наверное, не стоит стучать по зданию, а то рухнет. Думаю, вы поняли принцип. Я наколю льда и брошу его сюда. Пусть постоит полчаса или около того, а потом все смогут выпить. Горд, займешься этим? А пока Гордон занимается лимонадом, я приготовлю гаспачо. Это холодный суп. Гаспачо хорош тем, что для него нужно всего 10 ингредиентов, причем 9 из них вы кладете одновременно, даете остудиться и добавляете последней. Ледяную воду. И все, можно есть. Сейчас я его приготовлю. Я скажу, в каких количествах все брать, потому что в случае с гаспачо это важно. Здесь у нас 2,25 килограмма томатов, которые обварили, чтобы снять кожицу. 6 сладких перцев, 3 огурца, 9 зубчиков чеснока. Добавим соль, растительное масло и уксус. Я подсушил примерно 750 граммов хлеба, который мы накрошим в последний момент. Все это надо просто смешать. Вот и все. Итак, приступим. Резать как получится. Да, Эв, тебе видно? Кажется, у тебя уже есть 5622 кадра, где я режу чеснок. Соли сюда надо положить 6 чайных ложек с горкой. Но мне не хочется брать так много, так что я для начала положу чуть меньше, а потом буду пробовать. Мы поедим этот суп чуть позже, у бассейна отеля. Гарт, ты не мог бы это нарезать? Сгребем вниз. Видишь, почему я говорил суп-салат? На все блюда я собираюсь добавить, вы можете взять указанное количество, 15 чайных, столовых ложек либо светлого, либо темного уксуса. Я возьму бальзамический, причем всего чайную ложку. Льем сюда, пока тазик не наполнится. Гордон поинтересовался, хочу ли я добавить сюда мяты. Спросите, где взять лучшую мяту для десерта. Ну, конечно, свою. Вот наша мята. Когда вы берете в путешествие травы, это значит, они у вас всегда есть, и вам не надо думать о том, откуда бы их взять. Если они у вас есть, вы можете их использовать. Это мята лимонная. Скоро можно будет пить лимонад. Видите, как я вспотел. Хорошо, с этим все. Теперь надо все хорошо перемешать и охладить, а чуть позже добавить кубики льда и сервировать. Мне кажется, бассейн отеля особенно привлекателен, потому что я не знаю, захочу ли я здесь остаться. Гордон, нам нужен этот лимонад. У кого есть водка? Кто хочет пить? Нет голодных, мучимых жаждой, упарившихся, потных, вонючих людей? Женщины не потеют, они сияют, милый. Они сияют, а я потный и вонючий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джастин, это здорово, отлично. Субтитры создавал DimaTorzok На прощание Крис, главный шеф-повар отеля, приготовил мне обед. Я ценю, когда мне кто-то готовит, так как иногда я не хочу готовить сам. И скажу вам, еда была превосходна. Я не мог уехать, не выразив свою признательность, и поэтому купил всем огненной воды, от которой просто с ног сшибает. Ведущий, со-режиссер, автор идеи Джастин Банелло, продюсер Даррен Паттер, со-режиссер Дейл Роткин. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа.